У этого видео довольно страшное название, и давайте разберемся, почему оно такое. Но на самом деле, если людям не давать информацию и не пытаться помочь им, то 95% до конца своей жизни останутся с лишним весом. Ведь мы стараемся похудеть не по своей воле, нас заставляет окружающий мир. Нужно соответствовать каким-то там стандартам красоты, и внешний вид с лишним весом считается безобразным. А представьте, если бы все были полными, но вряд ли бы девчонки заморачивались там диетами или спортзалами. Все ходят с целлюлитом, и это в порядке вещей, а худые ищут диетолога, чтобы поправиться. Звучит забавно, и для многих это было бы спасение, не нужно больше бороться с этим сильным врагом. Значит, люди хотят похудеть не по своей воле, им просто нужно соответствовать общепринятым нормам. А ведь эти талоны красоты в нашей голове сидят не зря, они не просто навязаны нам кем-то. Как ни крути, по природе мы стадные существа, а каждому стаду нужен вожак, лидер. И спортивное тело ассоциируется с силой, стойким характером. В общем, как и любому животному, человеку нравится лидер или вожак. Давайте же разберем, что такое сексуальность. В нашем организме заложено природой размножаться и оставлять потомство. На подсознании лежит информация, что лучше всего размножаться сильной здоровой особью. Поэтому, когда мы видим спортивное накачанное тело, пробуждаются гормоны, и мы чувствуем влечение. В современном мире это просто влечение к сексу и получение удовольствия. Но все это к нам пришло исключительно от животного чувства. Оставить после себя потомство и размножать свой вид для продолжения рода. Бывают случаи, когда парням нравится полный, но это можно больше отнести к отклонениям психическим, чем к статистике. Другой случай, когда парень полюбил стройную красивую девушку, а она потом поправилась. В таком случае любовь может остаться. Поэтому не питайте себя иллюзиями, что красивое и здоровое тело – это просто навязанное кем-то мнение. Красивое и здоровое тело заложено в нашем подсознании как привлекательное, и никогда этого не поменять. Теперь вернемся к вопросу, что делать, чтобы не остаться в этих 95%. Первое. Не нужно искать себе утешения или ставить стенки, которые помогают жить с лишним весом. К примеру, собрались на пляж и обмотали себя парео с ног до головы. Будьте собой, идите только в купальники, делайте фото. Таким образом, ваш мозг, значит, более серьезно относится к реальности и быстрее появится желание к изменениям. И это желание будет сильным и исключительно вашим. А нет ничего лучшего, чем осознанное желание на изменения. Второе. Делайте замеры и взвешивания. Просите, чтобы вас сфотографировали из трех ракурсов – спереди, сбоку и сзади. Именно чтобы фото делал кто-то со стороны. Ни в коем случае вы сами в зеркале. Плюс замеряйте объемы. Таким образом, вы будете видеть изменения в ту или иную сторону. Опять же, вам будет, возможно, неудобно. Но наша задача – пробудить желание на изменения. Как я уже говорила, именно оно на 80% залог вашего похудения. Третье. Подпишитесь в инстаграме на фитоняшек или спортивных девчонок. Вы должны прописывать в своем подсознании красоту. Этот эталон не даст вам расфокусироваться. К примеру, моя подруга выглядит полнее, на ее фоне я нормальная. Наша цель – не загнобить себя или полностью разочароваться. Нам нужно пробудить желание и силу на изменения. Но все это следует делать, если у вас есть хоть мысли на похудение, и вы хотите меняться. Ну а если вас все устраивает, живите и наслаждайтесь жизнью. Вам повезло, и вы очень счастливый человек. А на этом все. С вами была Татьяна Зайцева. Татьяна Зайцева